всем доброго времени суток рад приветствовать вас на канале и сегодня у нас на обзоре модель от фирмы revel это знаменитый porsche 356 сик кабриолет модель представлена в уникальном 16 масштабе имеет 174 детали включая детали покрытые хромом и размер модели представляет себя 25 сантиметров коробка огромная в кадр не помещается и как бы на коробке особо ничего интересного нет все самое интересное лежит внутри на коробке есть просто используемые краски и модель в собранном виде и покрашен больше здесь как бы ничего особо и нет заглянем внутрь что же нам предлагает revel внутри ну что же посмотрим что компания revel предлагает нам в этой коробке предлагает она отличную глянцевую инструкцию с хорошим фото собранной модели также у нас здесь есть с чего начинать сборку какие инструменты нам могут пригодиться инструкция переведена на русский язык как и на многие другие также мы имеем с вами все краски которые нам понадобятся для данной модели схему смешивания красок схематично изображенные литники причем литники которые в хроме они отмечены именно эмблемой chrome инструкция очень подробная очень качественная очень приятные принты единственное только будет вставать вопросы здесь сразу же указано какие декали должны клеиться и в какой цвет это все должно выкрашиваться нужно будет узнать о целесообразности выполнения именно такой последовательности возможно ли будет в будущем добраться до данных деталей после сборки чтобы сразу не выкрашивать их в нужные цвета это будет выяснено позже во время сборки все пункты даны очень подробно и вся модель разбита на огромное количество таких вот пунктов что очень сильно упрощает сборку в плане того что на допустим 14 шаге вам не нужно склеить допустим 10 деталей как при это присутствует на многих инструкциях то есть здесь каждый шаг он дан отдельно и это очень упрощает жизнь новичку которая решил открыть себе для себя мир автомоделизма указаны все основные пункты я не буду на них останавливаться но даны они очень подробно и очень качественно причем как вижу по инструкции можно собрать европейскую версию и версию сша в конце инструкции нас ждет схема нанесения декалей именно на кузов автомобиля и схема окраски в черный глянцевый цвет не знаю насколько он аутентичен то есть были ли они действительно черного цвета или они выпускались в разных цветах но производитель предлагает нам именно черный цвет начнем наш осмотр с кузова автомобиля с которым не все однозначно то есть сама по себе модель очень хороша но детали представлены в трех разных цветах пластика зачем это сделано я понять не могу но у черного пластика есть одна очень неприятная мелочь и такой нюанс но который сбивает с толку то есть в местах образования соединений с нижней части кузова автомобиля на верхней части образуются небольшие провалы почему я не могу этого сказать но это очень неприятно так как придется использовать наждачную бумагу и шпаклевка как бы моделист который сталкивался с моделями для него это проблемой не станет но для новичка может как бы ну создать трудности хотя небольших но все-таки я это к тому чтобы вы приобретая данную модель были к этому готовы что здесь нет идеальных каких-то линий и придется немного поработать шпаклевка и руками так что не пугайтесь это норма такая для данной модели именно в черном пластике а так по большому счету корпуса довольно таки хорошо выглядит отлит одной деталью единственное только двери устанавливаются отдельно а это как бы большой плюс так как можно будет сделать их открывающимися нижняя часть кузова нашего автомобиля также отлит одной деталью и здесь все уже получше так как все толкатели выведены на внутреннюю сторону где будут устанавливаться части отделки салона и здесь единственное что на что можно обратить внимание это на то что это оригинальной модели ревелл выпуска 2018 года то есть это является практически новинкой на рынке раз уж мы пошли по черному пластику и элементам кузова автомобиля здесь у нас представлены две двери кстати на дверях тоже присутствуют данные провал небольшие из-за того что здесь образованы детали крепления внутренней отделки двери на капоте таких вещей нету питатели выведены все внутрь единственное вас может смутить наличие таких вот полос не пугайтесь эти полосы они чисто визуальной тактильно они не ощущаются также здесь при представлено капот суда будут устанавливаться две решетки хромированные о них мы поговорим позже выполнено все это довольно таки качественно пролито отлично за исключением конечно же данных косячков с подводом крепежей собрать модель мы можем в двух интерпретациях это как в с открытым верхом так и со сложенным обе модификации по большому счету обладают одной и той же детализации здесь отлично проработаны складки отлично проработана кожа и любителям росписи это будет в радость можно будет создать и дополнительный контраст разложенная клык крыша также вы выглядит отлично есть текстура кожи есть проработка боковых грани кнопки и единственное что присутствует небольшие такие вот облойчики но это все мелочь сама по себе крыша выглядит изумительно мы переходим с вами к серому пластику и что здесь можно сказать серый пластик выглядит несколько иначе нежели черный серый пластик более грубый более плотный такой и он не оставляет вмятин на следах креплений то есть я это все проверил почему производитель не вылил все в сером пластике я не знаю но это уже вопрос к нему здесь мы видим с вами проработка отсека пассажира и водителя здесь будут устанавливаться педали выполнена все под кожу плюс приборная панель которая будет забиваться хромированными деталями и здесь все хорошо ни одного толкателя суда не выведен нет смещений каких-то нет облоя все на уровне руль отлично выполнен но на данный момент даже в 35 масштабе сейчас литье дошло до такой степени что руль везде выглядит отлично также в сером пластике нам даны пассажирское и водительское сидение накладки на двери которые выполнены тоже с элементами кожи с клепкой плюс есть отверстие под установку хромированных деталей кожа текстурирована хорошо небольшой облойчик есть совсем мизерный то есть на него можно не обращать внимание это все мелочи есть вот такие вот змейки надеюсь вы их увидите но не обращайте внимание на них так как это чисто визуальный аспект такое тактильное то ничего не ощущается борозд никаких здесь нет дальше у нас идут литники которые можно объединить по большому счету в один видеоряд здесь у нас идет двигатель части для сбора ходовки плюс запаска и всякая мелочевка для детализации двигателя выполнено все это уже в третий вид пластика это глянцевый серый если до этого у нас был черный и матовый серый то это глянцевый серый то есть этот пластик тоже отличается от того пластик который был представлен до этого почему это я не знаю но здесь все выполнено просто отлично пролито все очень качественно нет нигде не посмещение ни каких-либо недоливов облоя нет и все толкатели выведены на внутреннюю сторону мы переходим с вами к самому интересному и за что можно этой модели простить небольшие косяки с кузовом автомобиля в первую очередь это остекление которое выполнено отлично переднее заднее стекло плюс остекление на двери задние габариты поворотники и фары у которых есть перфорация и мы подошли с вами к тому за что можно этой модели простить все ее недочет это количество и качество хромированных деталей то есть здесь огромнейшее количество хрома который сделает нашу модель очень яркой и смотрибельной и выполнен он просто на отличнейшем уровне посмотрите на диски нашего автомобиля сами бы мы очень долго полировали и добивались бы такого цвета и неизвестно добились мы его или нет после установки всех этих деталей на наш автомобиль автомобиль просто будет весь сиять и будет очень отлично смотреться и еще одна плашка хромированных деталей решетки на капот причем расстояние между решетками где-то 0,3 мм но они отлично вылиты и отлично хромированы плюс ко всему этому модель имеет отличнейшие колеса на которые приятно смотреть протектор четкий внятный нет шва посередине то есть они вылиты путем через центр и это очень хорошо не знаю должна ли быть здесь нанесена какая-то техническая часть да там диаметр еще что-то фирма-производитель но на данный момент здесь этого нет но меня это не смущает я считаю что эти колеса выглядят просто отлично также в комплекте у нас идет целая планка декалей причем декали отличнейшего качества посмотрите на то как они выглядят произведены они исключительно самой фирмой то есть револ напечатаны в Италии и здесь огромное количество номерных знаков панель приборов плюс значки Порш и прочее чтобы мы смогли с вами создать машину уникальную под определенную страну ну и небольшое пособие по самой модели то есть это просто обычная техническая документация которая вкладывается в любую модель ну что же подведем с вами итог по данному автомобилю если вы ценитель Порш если вы хотите прикоснуться к истории вместе с револ то эта модель конечно же для вас так как модель представлена в интересном шестнадцатом масштабе модель очень крупная обладает отличнейшей детализацией и сумеет порадовать коллекционера который будет иметь у себя на полке данный автомобиль есть небольшие проблемы с кузовом но они легко исправляются и думаю если вы загоритесь к покупке данной модели вас это не остановит надеюсь что мой обзор был для вас полезен и вы сделаете для себя правильный выбор а сейчас я с вами прощаюсь все кому видео оказалось полезным подписывайтесь на новые видео ставьте палец вверх всем пока до новых встреч 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 до новых встреч